Фантастика Фантастика Вы, конечно же, узнали эту героиню. Да, это она, Алиса Селезнева. Только она стала взрослой и летает в составе международного экипажа «Свездолета». Когда-то, в 20 веке, писатели-фантасты рисовали будущее самых светлых и радужных красок. Они верили, что научно-технический прогресс – ключ ко всеобщему счастью человечества. В произведениях Ивана Ефремова, братьев Стругацких, Сергея Снегова и Кира Булучева в фантастических кинофильмах мы видим прекрасно гармоничного развитого человека в расцвете его духовных и физических возможностей. Однако время шло, и техника развивалась семимильными шагами. К сожалению, никуда не делись войны и катастрофы, взаимная вражда и подозрительность людей. И фантастика стала такой же мрачной, как окружающая жизнь. В 1972 году вышел роман братьев Стругацких «Пикник на обочине», по мотивам которого Андрей Тарковский снял фильм «Сталкер». «Сталкер» – это человек, который, нарушая запреты, проникает в зону и выносит из нее различные артефакты, которые впоследствии обычно продает и тем самым зарабатывает на жизнь. А в 2007 году начала выходить серия игр «Сталкер», действия которых разворачиваются в наше время в зоне отчуждения в узочке. Игры, в свою очередь, породили одноименную серию книг. Знакомьтесь, Эден Пирс, главный герой компьютерной игры «Старожевые псы». Гениальный хакер, чьи криминальное прошлое привело к жестокой семейной трагедии. В поисках справедливости он может контролировать и взламывать все, что его окружает. Получать доступ к камерам, следящим за всеми, загружать персональные данные, чтобы добиться своей цели. Контролировать все топоры и общественный транспорт, чтобы остановить противника. И это далеко не все. Однако, не пора ли нам от мрачных персонажей перейти к героям, любимых с детства сказок? Вы, конечно же, знаете эту милую девочку. А посмотрите, что у нее в корзинке. Сегодня Красная Шапочка была в библиотеке и несет любимой бабушке не пирожки, а книги. И вдруг, откуда ни возьмись, Серый Волк. Хотел он съесть Красную Шапочку, да ненароком заглянул к ней в книжку и тоже зачитал. В начале 20-х годов, 2000-х годов, среди подростков и молодежи приобрело большую популярность новое направление. Аниме. Именно из среды поклонников аниме пришло такое явление, как косплей. Ребята с удовольствием создают образы любимых персонажей. И сегодня у нас в гостях герои аниме. И все-таки давайте верить, что добро всегда побеждает зло. Нам придет на помощь защитники добра и справедливости, рыцарь Читай из далекой-предалекой галактики. Уважаемые гости, сегодня любой желающий может сделать фото на память с нашими героями. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok